Гаражное братство, так называет житель Самары, Александр Пастухов, свои отношения с соседями по гаражу. Недвижимость в гаражном массиве напротив Кировского рынка он купил 7 лет назад. И хотя от дома до гаража 10 остановок на общественном транспорте, о сделанном выборе не жалеет. И машина хранится в тепле, и овощи с огорода в погребе, и есть с кем пообщаться. На самом деле, как я сказал, гаражное братство, друг друга встречаемся, привет, дядя Вася, дядя Миша, друг другу и поможем, и встречаемся уже как какая-то маленькая семья, потому что здесь люди находят отдушину. Мужики не зря говорят, собираются в гараже. Вот и у нас также сбор. Иногда бывает даже часто по субботам. Мы встречаемся, общаемся, новости обсуждаем. И это обязательно. Сделаем шашлыки, соберемся, обсудим все последние новости, что в стране. Мы перетрем, так сказать. Так что у нас, на самом деле, здесь свое сообщество гаражное. Одно только беспокоило Александра. Гараж он купил неоформленный по расписке у сына бывшего владельца. И хотя все эти годы исправно платят за охрану и коммуналку, все равно получается, что владеет недвижимостью на птичьих правах. Узнав, что в России начала действовать гаражная амнистия, решил оформить бумаги. Александр обратился в Росреестр, где ему подсказали алгоритм действий. Чтобы оформить гараж, прежде всего нужно идти в администрацию района, где он расположен, либо в МФЦ. И при себе иметь справку о членстве в кооперативе, а также чеки об уплате взносов. Первоначально говорил, что хватает одной или двух бумажек. Это расписка предыдущего хозяина, продажа гаража и справка о членстве в гаражном. Но на самом деле придется собирать больше бумаг, чем планировалось. То есть, как я указал, это архивная справка, справка техника с БТИ, справка о членстве в кооперативе, квитанции отксеренные о уплате взносов. Будем как первопроход с меня, как бы сказали, будь нашим посланцем с гаражного, а мы за тобой подтянемся. Закон о гаражной амнистии в России начал действовать в сентябре. Он позволяет бесплатно в упрощенном порядке оформить в собственность гараж, построенный до 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, и не устанавливает ограниченного перечня документов для оформления прав. Муниципалитеты сами принимают решения, какие именно им бумаги требуются, исходя из существующей практики. Федеральный закон установил широкий перечень документов, обозначая среди них в том числе документы, подтверждающие оплату всевозможных сетевых компаний по свету, электричеству, документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг за охрану гаражей. Тем самым он говорит о том, что любые документы, имеющиеся на руках у граждан, могут быть достаточными для оформления прав на гараж и земельный участок. Можно оформить индивидуальные капитальные гаражи, которые имеют фундамент и используются для личных нужд, а также так называемые ленточные гаражи, не капитальные, но имеющие общую сваренную крышу и общие коммуникации. Закон не распространяется на гаражные боксы в многоэтажных домах и офисных зданиях. По самым приблизительным расчетам в Самарской области, как минимум, около 50 тысяч земельных участков под гаражами пока без прав, но в реальности эта цифра может быть гораздо больше. В целом гаражная амнистия направлена на то, чтобы дать возможность оформить максимальному количеству лиц возможность оформить права на гаражи. Потому что на сегодняшний день законодатель построен таким образом, что в отсутствии документов всем прямая дорога в суд по приобретательной давности пытаться получить решение суда о признании права собственности на гараж. В регионе активно развиваются инфраструктурные проекты, идет масштабное строительство, строить дороги, объекты социального назначения. И при рассмотрении земельных участков под застройку используются сведения Государственного кадастра Единого реестра недвижимости. И в случае, если сведения о ваших объектах недвижимости не учтены, вы окажетесь в группе риска и можете остаться без гаража. Оформление права собственности будет гарантировать ее защиту. Виктория Шарой, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.